Галкин сбежал, а победа Палестины — это победа Москвы и Минска. Прокремлевские медиа заполонили фейки о войне в Израиле. Подробнее рассказываем в новом выпуске «Эта пропаганда сломалась». Ставьте лайк этому видео и не забывайте подписаться на канал. Меня зовут Лера Уласик. Поехали! Z-СМИ преувеличивают успехи боевиков, очерняют еврейское государство и смеются над релакантами. Так, например, в сети распространили фотографию, на которой запечатлен человек, отдаленно похожий на Максима Галкина. Писали даже, что Галкин с Пугачевой собираются уехать из Израиля в Латвию. Белорусская пропагандистка Ксения Лебедева не смогла остаться в стороне и опубликовала пост с едким комментарием. Посмотрите, побежали, как крысы с тонущего корабля. Хотя, почему как? Вот кормили те России с Галкиным в аэропорту Тель-Авива. Только вот никуда Максим Галкин не уехал. И сегодня, в эти трудные, горестные для Израиля дни, мы здесь. И даже не рассматривали возможность куда-то уехать. Мы с Аллой, наши дети, мы хотим поддержать израильский народ. И, конечно, мы гордимся тем, что мы имеем теперь отношение к такой сплоченной нации. Рассказала ли Ксения, что Галкин с семьей остались в Израиле после публикации этого видео? Ответ очевиден. Следующий фейк. Зет-каналы писали об уничтожении Хамасом израильского танка Меркова. Даже видео приложили. Только вот оказалось, что это поражение российского Т-90М в Украине. Посты пропагандистов уже удалены. Но ведь интернет помнит все. Также кремлевские СМИ распространили информацию, что боевики Хамас могли взять в заложники россиянку Елизавету Прудникову. Вскоре девушка нашлась в России и подтвердила, что в Израиле не была. Этот фейк внезапно подхватил и использовал пропагандист Игорь Молотов. В статье на госпортале «Минская правда» он заявил. Сегодня нам рассказывают о том, как благородные бойцы Хамас якобы пленили российских гражданок. Но через час мы узнаем о том, что российские гражданки находятся в Москве, и понятия не имеют, что их кто-то якобы захватил. Это делается для того, чтобы внести раскол в российском и белорусском обществе, которое едино в поддержке Палестины. Какой же невероятный вывод. Далее Игорь Молотов заявляет, что победа Палестины – это победа Москвы и Минска. Сегодня мы все палестинцы, сегодня мы все побеждаем. Публикация автора Russia Today вышла 8 октября, а уже 9-го была удалена с сайта и телеграм-канала «Минской правды». В Израиле резко отреагировали на статью в провластной газете. СМИ страны подчеркнули, что российские, а вместе с ними и белорусские пропагандисты, вместо поддержки израильтян одобряют действия террористов. А все произошедшее может быть на руку России. А что официальный Минск? МИД Беларуси заявил о недопустимости атак на гражданское население. Обозначил позицию «за все хорошее против всего плохого». Тем не менее, белорусская пропаганда явно дает понять, на чьей стороне симпатии ее и ее хозяев. Например, пропагандисты из СБ внезапно публикуют кадры из тайных бункеров Хамаса с оружием против Израиля. И дают информацию о потерях и жертвах исключительно с палестинской стороны. А все та же Лебезева делает репост публикации, где происходящее в Израиле сравнивают с Украиной. В израильском поселении Квар-Аза были найдены тела 40 детей, однако их не показали журналистам. Неужели вторая буча? Делают вывод авторы. В общем, одни манипуляции, фейки и поддержка нарративов Кремля. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok